Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У меня полгода нет отношений, да и вообще отношения не складываются в погоду и больше. Сейчас мне пишет молодой человек, мы ещё не виделись, но я понимаю, что не хочу его видеть. Не хочу, чтобы он на меня смотрел, даже, тем более прикасался. Почему? В последних отношениях меня МЧ-бросил. Может, такая самозащита пошла? Такой вопрос у нас здесь имеется. Давайте попробуем с вами на него ответить. Ну, во-первых, хочется сказать, что мне так важно, почему вам не хочется, чтобы вас видел МЧ, или к вам, как вы говорите, прикасал. Вот, не так это важно, потому что вне зависимости от того, почему это у вас, на мой взгляд, есть некоторые проблемы. Есть некоторые проблемы с выстраиванием отношений с молодыми людьми. Ну, а я в данном случае не вижу, скажем так, оснований для того, чтобы вам не верить. То есть, если у вас не складываются отношения, как вы говорите, по полгода, например, тут, конечно, тут, конечно, есть важный, на мой взгляд, нюанс, связанный с тем, что вы имеете в виду, говоря о том, что у вас не складываются отношения, но если они не складываются, то совершенно очевидно, что есть какие-то у вас элементы поведения, которые, скажем так, атакивают мужчин, от вас, атакивают мужчин от того, чтобы быть с вами в отношениях. Вот, и на мой взгляд, вы сами того не желая, да, сами того не, хотя вы как-то вот людей, ну, в данном случае мужчин, да, вы их как-то вот от себя опалкиваете, как-то за счет чего-то, вот, за счет, ну, каких-то, может быть, своих действий, за счет, за счет, может быть, какого-то, вот, своего поведения, то есть тут надо, здесь нужно смотреть, потому что, так, однозначно сказать, наверное, не получится, вот, но совершенно очевидно, что, по крайней мере, для меня, совершенно очевидно, что вы боитесь сближения, вы боитесь с мужчинами сближаться, у вас есть вот, так скажем, определенная проблема с, например, допустим, с самооценкой, допустим, определенно есть проблема в, например, тех же страхах, ну, ну, вот, ну, ваших страхов, да, есть проблема, проблема такая, вот, она может в любом случае присутствовать, присутствовать, вот. И, соответственно, это, конечно, мама, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ это влияет. И влияет, ну, всего, как бы, в данном случае, да, влияет довольно сильно. Вот, соответственно, тут нужно работать, смотреть, смотреть, исследовать, раздраться, вот, и корректировать. На что я могу сделать акцент прямо сейчас? Пожалуй, я могу сделать акцент прямо сейчас на том, что вы воспринимаете мужчин, как МЧ, то есть, одного человека. Но при этом вы, на мой взгляд, игнорируете, вероятно, некоторую личностную составляющую. Вот. И, конечно, очень интересно для меня то, как, на каких основаниях вы выстраиваете отношения с, ну, вот, с мужчинами. То есть, что вас, например, что вас объединяет с мужчинами? Какие у вас могут быть, скажем так, возможные точки, точки пересечения, значит, с ними. Что у вас может быть общего с ними? Вот. На мой взгляд, это очень, очень важная история, потому что от этого ни много ни мало зависит то, как непосредственно происходит процесс выстраивания отношений. Вот. То есть, понятно, что если вы, допустим, изолируете, акцентируете внимание на отношениях, на гендерной, например, модели поведения, то, само собой, здесь будут проблемы, здесь будут трудности, здесь будут ожидания и так далее. Вот. Надеюсь, акцентирование, конечно, вот, очень желательно скорректировать так, чтобы вам это, по крайней мере, не мешало. Да? Понимаете? Понимаете, о чем идет речь? Вот. Дальше. То, что вас, ну, бросило. То, что вас бросили, естественно, является психотравмой. То есть, вот, ну, мужчина, который вас бросил, да, то, что вы оказались, по сути, в этой ситуации, для себя неприятна – это травма. Вот. Ну, такая психологическая, в данном случае, в данном случае травма, в которой вам необходимо прожить. Вот. Потому что, если вам, если вы не будете ее проживать, то ситуация будет таковой, что на вас просто будет оказывать очень сильное, мощное влияние, вот, то, что, ну, вот, то, что вас бросило. Вот. То есть, эти эмоции, которые вы чувствуете, которые вы испытываете, именно эмоции, вот, они, эти эмоции, абсолютно нормально. То есть, нормально испытывать боль, нормально испытывать какое-то разочарование, нормально испытывать злость, может быть, даже, на, там, условно говоря, мужчину. Вот. Ну, все это желательно проживать, потому что, если вы будете, вот, держать это в себе, то ситуация для вас ничем хорошим не закончится. Вот. Если вы просто будете, вот, в этом, ну, погружаться в это, грубо говоря, все сильнее, 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 сильнее. Вот. Сейчас, ээээ, сейчас, на мой, на мой, ээээ, на мой скромный взгляд, вы делаете все для того, чтобы избежать повторения негативного опыта, то есть, вы сейчас делаете все для того, ээээ, чтобы не столкнуться эээээ, с негативным опытом вновь, сейчас вы делаете все для того, чтобы ээээ, чтобы ээээ, чтобы себя защитить. Вот. Как мне кажется. И, на мой взгляд, это абсолютно нормальная, адекватная реакция, абсолютно нормальная, адекватная модель поведенческая, вот, то есть, ну, на мой взгляд, было бы довольно странно, если бы вы не хотели бы себя защитить, вот, поэтому я могу сказать только что это хорошо и здорово, что сейчас вы пытаетесь себя защитить. Другой вопрос, что двигаться вы можете в не совсем верном для себя направлений, ну, вот, в смысле того, что действовать, например, себе в обрет. Опять же, вы здесь не виноваты, то есть, вы вставляетесь, ну, с ситуацией, как можете, как можете, и хорошо, что вы обратились за помощью, на мой взгляд. В этом смысле, в этом смысле, вот, не очень хорошо только то, что вы пытаетесь понять человека, вот, ну, имеется в виду мужчину, да, вы пытаетесь его понять, вместо того, чтобы разобраться в, ну, в себе, вот. Вот это, конечно, довольно-таки, на мой взгляд, тревожный факт. Вот, в целом, почти, пожалуй, на этом всё. Вот, то есть, ну, опять же, было бы странно, на мой взгляд, вот, если бы вы, вот, горели желанием, да, вновь, вот, наступать на те же грады, вот. То есть, ну, на мой взгляд, это было бы странно, вот. Поэтому я бы вот сказал бы, что в этом смысле вы, ну, в этом смысле вы молодец, вот, в этом смысле вы большая молодец, что, ну, пытаетесь решить данную вот проблему. Продолжайте в том же духе, я думаю, что у вас всё получится и вы сможете себе разобраться и научиться выстраивать отношения именно такие, вот, какие вам хочется. Сейчас понятно, что не получается. На этом всё, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!